После возвращения из Гуннии в Равену Салвьон не ждал долго. Не прошло и недели, как Галла Пласидия вызвала его в императорский дворец. Письмо о Руоса Регенша произнесла Руаса и Атилы позволяет надеяться, что гуны, по крайней мере, в ближайшие годы собираются сохранять с нами хорошие отношения. Что вы думаете по этому поводу? Атила считает, что, следуя заветам Августа, римляне благоразумно остановились на Рынии и Дунае. Царь Аруос и он заняты почти исключительно консолидацией гуннских и других варварских племен от Дуная до Урала, с созданием Пакс Хана на этом огромном пространстве. Регенша внимательно посмотрела на Салвьена и сказала, «Арест говорит, что Атила мечтает создать Пакс Хана Романа и считает это единственной возможностью создания устойчивого мира от Испании до Урала. Он заболел этой идеей и попросил у меня разрешения уехать к гуннам со своей семьей. Этот Атила очень умен и харизматичен. Салвьон не удивился, он мне тоже говорил, что Атила приглашает его своим советникам. Мне кажется, что Арест искренен в своем стремлении помочь Атиле создать Пакс Хана Романа и спасти таким образом римскую цивилизацию». Плосидия задумалась. «Меня не удивляет эта идея Атилы. Готский король Атолев. Салвьон навострил уши при этом имени Регенша говорила ему о своем первом супруге, за которого она вышла замуж после пленения готами. Чтобы спасти империю, она продолжила после паузы, Атолев, испытывая после побед в Италии головокружение от успехов, начал мечтать о том, чтобы заменить римлян своими визиготами. То есть Апакс Готика на территории Римской империи. Потом, после наших бесед, он пришел к мнению, что готы не привыкли подчиняться законам и малочисленны. Поэтому он начал думать о возможности ПАКС Готика Романа и увел визиготов из Италии. Салвьон заметил, гуны имеют древние имперские традиции. Они достаточно многочисленны, так как расселены на огромных пространствах. Говорят, что раньше они могли мобилизовать против Китая армий до 400 тысяч всадников. Не исключено, что они могут сделать это и теперь, если их клич будет услышан и в глубине Азии. Кроме того, среди их вассалов и союзников есть германские и многие другие племена. Регенша резко прерывала его, не думаете ли вы, что Атила только прикрывается идеей этого ПАКС Хана Романа, чтобы создать со своим другом Арецием новую Римско-гуннскую империю. Что вы узнали про их отношения и планы? Офицер выпил из принесенного молодой рабыней кубка глоток фруктового напитка, Атила восхищается вашим приездом в 410 году в осажденный Рим, чтобы вдохновить защитников. Он высказал надежду, что Валентиньон вырастет хорошим императором, достойным своего отца Констанца. Пласиде улыбнулась, мне арест доложил об этом. Саувьон продолжил убежденным тоном, мне кажется, что он человек набожный, верующий в единого и всемогущего Бога, привык подчиняться гуннскому кодексу Мадун Хана, знающий прекрасно римские законы и обычаи. Хан Аруос – миролюбивый и порядочный правитель, посвятивший свою жизнь возрождению и укреплению единства западных гуннов. Думаю, что они будут искать союзы с законными правителями римских империй. Но для Атилы, очевидно, было бы приятно видеть Аэция главнокомандующим всей римской армией. Рейгенша снова резко прерывала его, зато мне это было бы неприятно. Мы бы тогда стали марионетками гуннов. Арест доложил, что Аэции дал торжественную клятву верности гуннам. Салвьон рассказал подробно, что он узнал наиболее интересного о взаимоотношениях Атилы и Аэция. Рейгенша слушала очень внимательно, нахмурив брови и не прерывая его. Когда Салвьон замолчал, Пласидия сказала с удовлетворенным видом, «Я довольна вашим анализом». Все это подтверждает мое мнение о силе гуннов и амбициях Атилы и Аэция. Я предпочитаю союз с более слабыми визиготами, при котором римляне останутся господствующей нацией. Но все-таки хорошо, что Атилы учился в Риме и у нас пока нет проблем с гуннами. Нам надо продолжить наблюдение за развитием отношений Аэции и Атилы, чтобы предупредить возможные неприятные сюрпризы. Я вас направляю в Галлию для наблюдения за отношениями варварских наемников и союзников с населением и предупреждения центрального правительства о возникающих проблемах, формулировки рекомендаций. «Такое поручение выглядит, естественно, после поездки в Гуннию и дает большую свободу действий. Граф Аэции, разумеется, не будет откровенен с вами. Постарайтесь завоевать доверие Марка и других близких к нему офицеров». Плассидия улыбнулась, «Разрешаю, если будет надо, критиковать меня и наших сторонников». «Не говорите никому, что вы в родстве с императором». Потом она нахмурилась, а Эци меня предупреждала о том, что граф Бонифас готовит в Африке мятеж. «Я тогда не поверила, Бонифас был единственным генералом, не присягнувшим Жану, которого мы свергли только благодаря войскам Восточной Римской империи. Теперь он действительно не подчинился моему приказу приехать для объяснений. Она встала и сказалась теплотой в голосе, поэтому я так ценю верных людей. Я верю, что вы оправдаете мое доверие и никогда не предадите меня и Валентинена. Если все будет хорошо, то вас ждет блестящее будущее». Продолжение следует...